Сезон капитального ремонта подходит к завершению. На сегодняшний день 10 из 32 многоквартирных домов уже приняла соответствующая комиссия. В остальных работы завершатся до 15 октября. Сегодня несколько адресов посетили представители городской и областной администрации, строители и представители подрядных организаций. Вместе с жителями они оценили проделанную работу. Надежда Свиридова подведет итоги. Капитальный ремонт стал хорошим подарком к 40-му юбилею дома номер 51 по улице Белгородского полка. Реконструкцию здесь разделили на два этапа. В 2009-м заменили крышу, инженерные сети, а также приборы учета. В этом году утеплили фасад, установили в подъездах пластиковые окна, отремонтировали подвал. Заменили газопровод, электропроводку, систему канализации, смонтировали пандусы. Общая стоимость ремонта составила 10 миллионов рублей. Многие жильцы здесь живут с момента постройки дома и рады произошедшим изменениям. То, что было до ремонта, конечно, выглядело невзрачно. Ну, как старая, старая какая-то постройка древняя. Сейчас, понимаете, стоит красавец. И при том, мало что красавец. Его еще утеплили. До этого было даже вот так вот подойдешь, из-под окна и то продувает. А сейчас сидят, они же все конкретно заштукатурили, заделали. Все нормально сейчас. А это дом номер 8 по улице Гагарина. Капитального ремонта здесь не проводили ни разу. Реконструкции начали 2 июля. Уже 30 сентября все работы были завершены. Строители заменили кровлю, электропроводку и окна в подъездах. Обновили фасад, установили счетчики и пластиковые окна в местах общего пользования. Обновили водопровод. На все потребовало 17 миллионов рублей. Жильцы, а здесь 80 квартир, стали активными участниками софинансирования капитального ремонта. Первые заключили договор с оператором. Люди как-то так вот объединились. Нам очень захотелось, чтобы уже надоело нам в таких домах жить. Захотели капитального ремонта. Я считаю, что это очень хорошо. Наши жильцы очень все рады. И мы просто пожелали, чтобы всем дома такие сделали. Одной из главных задач строителей при проведении капитального ремонта стало повышение энергоэффективности здания. Утепляли фасад по специальной технологии в несколько слоев. В итоге толщина стен увеличилась на 10-15 сантиметров. Выиграли от этого хозяева квартир. Ведь за коммунальные услуги они будут платить меньше. По энергоэффективности будет в положительном плюсе. Почему? Здесь поставлены приборы учета на отопление и утеплен фасад. Экономия жителей по квартплате за отопление будет достигать до 30%. Эту экономию они смогут ощутить уже в конце отопительного сезона. В этом году капитальный ремонт ввели в 32 многоквартирных домах. По плану все работы должны были завершиться 1 октября. Однако сроки пришлось двинуть. Срыв сдачи произошел по вине поставщиков оборудования. За оборудованием было принято решение покупать отечественное, отказаться от импорта. Также у нас были сорваны поставки из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Что касается автоматики приборов учета. Сегодня несколько адресов посетили специалисты городской и областной администрации, строители, представители подрядных организаций и регионального общественного совета по проблемам ЖКХ. Вместе с жителями они оценили проделанную работу, выявили недочеты и определили пути их решения. Отметим, что в 10 многоквартирных домах капитальный ремонт уже завершен. В остальных работах планируют закончить до 15 октября. Надежда Свиридова, Дмитрий Ерема, к этому часу Белгород.